Да, это вопрос с точки зрения морфолога, безусловно, очень важный и очень интересный, поэтому мы поставили перед собой цель оценить те изменения, которые происходят именно в опухоли на фоне низкотемпературного воздействия, а также оценить сохранность и степень выраженности иммунно-биологических параметров опухоли и то, можем ли мы их выявить после криодеструкции. Для этого мы взяли образование кожи, это была меланома больших размеров, и три участка опухоли были подвергнуты различным циклам замораживания и оттаивания. Один из фрагментов был заморожен однократно, другой двухкратно и трехкратно. Остальная часть опухоли была исследована без каких-либо воздействий традиционным методом. Все фрагменты подверглись гистологическому исследованию по принятой методике традиционной проводки и окраске. Кроме того, мы использовали иммунно-гистохимическое исследование с иммунопероксидазным методом с двумя маркерами. Это белок С100, который является одним из пан-меланоцитарных маркеров и экспрессируется в подавляющем большинстве меланоцитарных опухолей, в том числе и меланом. И белок пролиферативной активности КИ-67, который маркирует все клетки, которые находятся в любой фазе клеточного цикла, кроме фазы покоя. Что же мы делаем? Когда мы смотрим на микропрепараты опухоли, то мы оцениваем в первую очередь ее архитектонику или гистоархитектонику, то есть взаимоотношение собственно клеточного компонента, собственно опухолевых клеток или опухолевой паренхемы с опухолевой стромой. Именно их взаимоотношение позволяет нам оценить рисунок опухоли, что имеет большое значение диагностическое. Вот это, собственно, тот объект, который мы исследовали, это меланома кожи, эпителиоидно-клеточная. Она состоит из крупных клеток с крупными светлыми ядрами, в которых отчетливо определяются ядрышки. Видны метозы. Это опухоль с высокой методической активностью. Более одного метоза в одном миллиметре квадратном. Кроме того, что, собственно, характеризует меланомы как пигментные опухоли и клинически как пигментные, это наличие пигмента. И если вы обратите внимание, то пигмент находится не только в цитоплазме клеток опухоли, но и в стромальных клетках, в макрофагах, которые располагаются в строме, в так называемых меланофагах. Чаще всего пигмент выявляется именно в этих клетках, даже в сильно пигментированных образованиях. В общем, это характерная картина для меланомы, которая позволяет нам установить диагноз довольно легко. Что же происходит при криогенном воздействии? После однократного цикла мы видим, что взаимоотношения между стромальным и клеточным компонентом сохраняются. Сохраняется рисунок опухоли, что очень важно для диагностики. Что же касается клеточных изменений, то здесь определяется, что клетки несколько располагаются более дискретно, чем в предыдущем слайде. Хотя для меланомы характерно дискретное расположение клеток, потому что эта опухоль характеризуется потерей молекул клеточной адгезии, в том числе, что определяет ее высокий потенциал, как метастатический, так и для инвазии. Но, тем не менее, эти изменения клеточные, изменения формы клеток, изменения их контуров. Они, вероятно, связаны с нарушением проницаемости клеточных мембран на фоне низкотемпературного воздействия. Кроме того, если вы обратите внимание на ядра опухолевых клеток, то в них появляется вакуоль, которая, собственно, заполняет все ядро. То есть ядерные характеристики изменяются в большей мере, что тоже, вероятно, связано с нарушением или изменением проницаемости мембранных структур. Но сохраняется пигмент, который легко выявляется как в клетках опухоли, так и в стромальных клетках. Сохраняется методическая активность, мы можем ее оценить, что имеет большое значение прогностическое в дальнейшем. При двукратном замораживании изменения становятся еще более выраженными, хотя они все еще не мешают нам классифицировать опухоль как злокачественную и классифицировать ее как меланоцитарную. Но, тем не менее, клетки вытягиваются, их контуры становятся все менее гладкими и правильными, появляются трещины, разрывы в строме, увеличивается количество клеток с вакуализированными ядрами, то есть это мешает нам оценивать клеточные ядерные характеристики, которые иногда имеют значение диагностическое. Но при этом сохраняется также пигмент и методическая активность. Наибольшие же изменения были с нами выявлены после трехкратного замораживания, то есть это трижды было выполнено замораживание и оттаивание опухоли. Она, видите, выглядит как будто она сжалась, взаимоотношения между стромальными и клеточными элементами не так четко прослеживаются, как на первом слайде. Более выражены изменения самих клеток, они вытянуты. Ядерные характеристики также сильно изменены, уже не так четко выявляются ядрышки, хотя все еще мы можем определить фигуры методов и становятся более грубыми стромальные щели и разрывы. То есть в целом можно сказать, что на светооптическом уровне опухоль сохраняет свое лицо, хотя и возникают изменения, которые нельзя не заметить. Что же касается результатов иммуногистохимического исследования, это, в общем, очень интересная область, сохраняются ли антигенные структуры и иммуногенность опухоли после кривовоздействия. Мы взяли нативный материал и материал после трехкратного замораживания, чтобы оценить вот эту максимальную разницу, которая может встретиться. Это опухоль без каких-либо воздействий, нативная, окраска белком С100, характерное окрашивание является цитоплазматическое и ядерное, то есть вы видите, что цитоплазма клеток коричневая и ядра коричневые. Стромальные элементы не красятся, они окрашиваются только их ядра голубой цвет гемотоксилином, это является внутренним негативным контролем, то есть сосуды должны быть отрицательны. Что же касается этой реакции после трехкратного замораживания, видите, сохраняется характерная локализация антигена, характерное окрашивание, хотя степень интенсивности или градиент окрашивания между опухолью и стромой, он не такой выраженный, но тем не менее реакция сохранена, она может быть оценена и она типично распределена, но появляется небольшое фоновое окрашивание в стромальном компоненте. Это при низкой исходной иммуногенности опухоли может в ряде случаев, конечно, препятствовать оценке реакции. Что же касается пролиферативной активности, то, как я уже говорила, опухоль с высоким методическим индексом, высокой пролиферативной активностью. В нативной опухоли оценивался индекс КИ-67 по посчету окрашенных ядер. Ядра коричневые – это позитивная реакция, неокрашенные ядра голубые. Индекс был оценен при ручном подсчете как 30% позитивных клеток. Что же происходит с опухолью после трехкратного замораживания? Вы видите, все равно мы можем оценить окрашенные ядра. Они есть, то есть сохраняются антигенные структуры, которые мы можем выявить при помощи иммуногистохимического метода. Но выраженное фоновое окрашивание цитоплазматическое в опухолевых клетках делает в ряде клеток интерпретацию затруднительной, потому что тяжело интерпретировать реакцию как положительную, либо как фоновую. Это, в общем, создает определенные сложности и снижает точность оценки пролиферативного индекса в опухолях после многократного кривовоздействия. Кроме того, мы решили посчитать, есть ли разница объективная, то есть попытаться как-то уйти от субъективизма, свойственного нашей работе, и поэтому произвели машинный подсчет пролиферативной активности при помощи программ по оценке изображений. Вы видите, что при ручном подсчете после трехкратного замораживания индекс пролиферативной активности был несколько завышен по сравнению с нативной опухолью, что, в общем, связано с возникновением фону, что также привело к завышению этого индекса при машинном подсчете, хотя в целом сравнение ручного и машинного подсчета не выявляет значительной разницы. Таким образом, мы смогли сделать выводы из нашего небольшого эксперимента, что в целом, конечно, низкотемпературное воздействие не приводит к драматическим изменениям морфологии, и это воздействие не препятствует в большинстве случаев при объемных образованиях к установке диагноза. Но, однако, есть группа образований, которые, подвергнувшись подобному воздействию, будет очень тяжело классифицировать, диагностировать и установить потенциал их злокачественности. Это, конечно, касается, в первую очередь, так называемых тонких меланом и меланцитарных образований кожи с неопределенным потенциалом злокачественности. Это те ситуации, в которых морфологический диагноз даже в идеальных условиях является очень сложным. И, конечно, креогенное воздействие, несмотря на всю деликатность, не облегчает нашу работу в таких ситуациях. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Анна Сергеевна. Продолжение следует...